Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В сегодняшнее воскресенье вы слышали два чтения апостольские и евангельские. Первое, так называемое, рядовое, и второе чтение в память преподобного Отца Наша Сергия, память открытия Его мощей в начале XV века и установление поклонения им вплоть до сегодняшнего дня. И вот в этих евангельских чтениях мы с вами слышали о многообразных и радостных действиях Божьих в отношении человека. Блажение нищий духом, блажение плачущие. Мы слышали об исцелении, которое Господь совершал и даровал людям, верующим в Него, великую радость, великое ощущение ненапрасной в своей жизни, радость служения, радость встречи с Богом. Скажу только о трех людях, о которых сегодня особенно важно вспомнить. Первое, конечно, это вот этот римский сотник, который с благоговением и уважением относился к вере Израильса, к народу израильскому. В другом месте сказано, что даже построил синагогу для иудеев, и останки этой синагоги и сейчас показывают туристам в Израиле. Он просит Иисуса исцелить слугу Его, просит за другого, и за себя, а не за своих каких-то нужных, а исцелить слугу. Иисус отвечает с готовностью, я приду и исцелю Его. Но сотник, как человек скромный, создающий свою дистанцию между людьми, знающими Бога, жившими в этой традиции многих веков, говорит Господу, «Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и исцелит слуга мой. Ибо я подвластный человек, но тем не менее говорю воину, иди туда, он идет, сделает то, делает». И Господь с удивленной радостью говорит, что «И в Израиле не нашел я такой веры». И добавляет к этому поручики слова, что «многие придут с Востока и Запада и возлягут с Аврамом Исааком и Аковом в Царствие Небесном». И это исполняется именно на вот тех праведниках и во многих магистранах, в том числе и в нашей стране. И вот один из них – открытие мощей, почитание тех мощей, которые мы сегодня вспоминаем, преподобный Сергий Радонежский, удивительный святой, который избрал первые строительства храма и монашеской обители в честь Святой Троицы, потому что говорил, что та любовь, которую имеют Отец, Сын и Святой Дух, чтобы она противостояла той ненавистной розни, которая наполняла Русь в то время, да и в последующей тоже. И вот это стало с того времени, и по-настоящему времени уже почти семь веков стало духовным центром нашей страны. А он стал именно тем человеком, на котором в лучшие минуты люди ориентируют свое сердце для своей жизни. И, наконец, третье – Елизавета Федоровна, сестра родной императрицы, которая была замужем за великим князем Сергием и пережила страшную трагедию, когда бомба, брошенная эсером Иваном Каляевым, разорвала карету и тело мужа, который в ней был. И она своими руками собирала останки его тела. И, тем не менее, спустя несколько дней она посетила этого Ивана Каляева в тюрьме и беседовала с ним около 20 минут, и затем подала прошение Николаю II о его помиловании. Ну, царь, конечно, из соображений государственных прошений отклонил, потому что разгул терроризм тогда был, так сказать, невероятный. И затем она вскоре становится, принимает монашество и создает замечательную Марфа-Мавельскую обитель, которая сейчас существует на Ордынке. Могли, могут, а при себе посмотреть, замечательный храм, построенный с Чусевым. Она тем самым как бы поставила тоже удивительную, высокую, благородную цель объединения в женском служении благодати Марфы и Марии, благодати практического служения и вот такой духовного поиска. Конечно, оба необходимы для жизни мира. Часто бывает, что люди избирают либо одно, либо другое, а вот полгода благодать именно в соединении обеих дарований. И там стала помогать сиротам, больным, бесплатно, вложила все свои средства в устроение этой обители. А когда произошла революция, то она не последовало предложения эмигрировать, оставалась там, продолжая свою работу. Множество раненых воинов находилось в этой обители, начиная с 14-го года. Но в 17-м году, в июне месяце, она была арестована. И вскоре в Алапаевске вместе с другими членами царской семьи живьем брошено в шахту. И в следующем бросающие гранаты туда там взрывались. Но как впоследствии, через несколько месяцев, белогвардейцы освободили город, вынули остатки казненных, и было видно, что она частью своей одежды обвязывала голову пострадавшему родственнику. Вот такой удивительный пример служения. Поэтому для нас так важно вот и снискать эту благодать, помнить слова апостола. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И поэтому те замечательные слова, которые нам говорятся о блаженствах на горной проповеди, это тоже будет осуществление того ожидаемого, к чему направлены наши сердца. Аминь.